В защите Всем здрасте Всем привет Которая из любимых песен Вы видите, я щелкаю радио Чтобы Цукерберг Не прервал мой эфир Здрасте Привет, привет Ну что 16 градусов в Москве Солнышко Ну, хорошая погодка Пугает, что Октябрь будет очень теплый Ну, как обычно, пугают Здрасте, здрасте Всем привет Ну что, как бы Дневник наблюдения Кстати, надо заполнить Не заполнял еще сегодня Дневник наблюдения Температура Хорошая Стул мягкий Аппетит прекрасный Сон, как говорится Вообще крепкий Вот Совесть не мучает Ну, это вот как бы Если что касается Вакцинации Выложил вам фоточки Это проект Мы снимали Ну, там Дата стоит Это уже там еще Ну, как бы Не последний съемочный день Но один из Мы в марте закончили Где-то Прям числа Вот седьмого Прям перед восьмым мартом Мы закончили снимать Это вот то, что я говорил Такая первая Работа режиссера Вот И фотографии Ну, наконец-то Разрешили повыкладывать Даже прислали мне Чтоб я выложил сам Вот Это полный метр был Слушайте Когда покажут Я не знаю И где покажут тоже Пока об этом информации нет У них там буквально Там остались Там какие-то Последние штрихи Вот И дальше Я так понимаю Они Как бы Ну, это или продадут На какой-то канал Потому что Это явно Как бы Не для кинотеатров История Вот Ну, как-то вот так Наверное Какой-нибудь Канал Культура Покажет, я думаю Здрасте, здрасте Да Вот Очень забавно читать Когда я выкладываю Трейлер фильма Очередного Очень забавно читать По поводу того Что Прекрасно, блин Кто-нибудь вообще Знает о помехе Справа в этой стране Я теперь понимаю Почему у нас Такое количество аварий Ну, то есть Как бы Ладно Хорошо Ну, это аульно-кишлачное вождение Это, как я говорю Как я вот говорю Нет, я тоже у мамы У себя в деревне Когда приезжаю на машине Я езжу даже с выключенными фарами Они мне не нужны Я, как говорится Каждую кочку знаю Там у себя Да, в селе Вот Но я же-то сейчас не в селе И ты у себя не в кишлаке Но ты хоть повороты показывай Хоть немножко правила подучи Ну, что ж ты как-то ездишь Ну, доездиться ж можно Понимаешь Гагарин же тоже долетался А ты доездишься Жуть, короче Что творится вообще Кошмар и ужас Вот В каком селе? Селе Ставидло Кировоградской области Александровского района Украинская СССР Таксисты они такие Да нет, тут не таксисты Это Мерседес Как бы машинка-то приличная Вроде и так далее Вот Ну, вот как-то так вот люди ездят Ну, у нас в Москве, к сожалению Стоит отдать, как бы, да Сказать пару слов У нас ГИБДД в Москве Как говорится Прикладывает усилия Не там, где надо Вот Не там, где надо По поводу, там, скажем Там, движения в целом У нас огромное количество В Москве Людей Случайных За рулем Причем они ездят Как бы со своими правами В целом, да Вот А как они получили Эти права Где, при каких обстоятельствах Это непонятно Понимаете? Вот Я считаю, что Если человек, допустим Ну, там, приехал Там, на 90 суток В Москву, да То, как бы, ради Бога Бог с ним Но если он Находится, там, допустим В России На постоянной какой-то основе Там, да, допустим Вот То он должен Перездавать на права И получать права Как бы местные Они по своим Правам Которые, там, он Где-то, там, у себя Там Получил Ну, мне кажется Это правильно Вот Потому что ездят У нас на такси Страшно ездить У нас на такси Страшно ездить Понимаете? То есть Большинство людей Просто вот сидишь И понимаешь Что человек за рулем Как бы Он никогда не работал таксистом Он здесь случайный человек Раньше в московском такси Сидели культурные Интеллигентные люди Психологи Которые могли с тобой Поговорить Подсказать Куда пойти Поговорить на какую-то Любую тему Вот Да, там, скажем И так далее Ну, то есть Это была профессия Сейчас в московском такси Огромное количество Случайных людей Которые С трудом Даже по-русски говорят Понимаете? И это Меня лично Очень напрягает Вот Очень напрягает Ну, то есть Доверять свою жизнь Таким людям Жизнь там Своего ребенка Своей жене Которой там пользуется Иногда Да? Такси Это вообще-то Стремно Вот Я бы, конечно Пересмотрел бы В корне Политику Вот именно Оказания услуг Такси Потому что В такси Никто ни за что Не отвечает Понимаете? Те же самые Те же самые Как бы Регуляторы Ну, в смысле Как они Операторы Которые там Предоставляют заказы Они не отвечают За безопасность Пассажиров Вот Таксист Он тоже Понимаете? Там авария Он сбежал Там В такси Остались там Истекающие кровью Там женщины Дети Старики Он сбежал Понимаете? Там через пару Тройку часов Он уже у себя В кишлаке Как бы там где-то Или в ауле Уже спрятался Понимаете? Вот То есть И арендатору Как бы машины Тоже Ничего не предъявишь А чё? Чё мы? Вот человек У нас есть машина Он её взял в аренду Всё Он платит эту аренду Мы-то как бы здесь Причём Вот Ну, то есть Вот как бы такая история Вот Я не русских не люблю Я не люблю людей Которые сюда приезжают В эту страну Находят здесь прибежище Здесь находят Зарплату Как бы Даже может быть Родину Но которые категорически Отказываются при этом жить По тем правилам Законам Которые в этой стране Они у себя оттуда уехали Потому что там плохо Но они это плохо Своё Привезли сюда мне Понимаете в чём дело? Вот И меня это очень не устраивает А я человек нетолерантный Ещё раз повторяю Вот Это им нужна Россия Им нужна Москва Они мне здесь нафиг не нужны Абсолютно Как бы Да При всей Так сказать Интернациональном воспитании Езжайте к себе домой И делайте свою жизнь прекрасной там А если ты сюда приехал Будь пожалуйста любезен Вот и всё Всё очень просто Всё очень просто Это называется в народе Как говорится Нехер втулу со своим самоваром приезжать Но к сожалению приезжают Вот И к сожалению категорически отказываются Такие особи ассимилировать Да И встраиваться в жизнь Москва многонациональный как бы город И Россия вообще многонациональная Вот И здесь все как-то вот Находят В себе силы И возможности Жить вместе И в мире Но есть категорически Как бы Некое Некое как бы Количество Людей Которые не хотят жить По этим правилам Ну тогда Как я говорю по-немецки Вьёбан забиты Как говорится Езжайте где Как говорится Вот там Здесь не надо Не надо Вот А кому ты нужен Юрий? Я нужен Я нужен как минимум Ста тысячам подписчиков Которые у меня есть Миллионам зрителей Я нужен своей семье Я нужен своему ребенку Своим родителям Вот И в этой стране В этой стране Понимаете? Вот и всё Всё очень просто Так что так Была украинка Знакомая Так она говорила Россия Нас не приняли Не помогали Как беженцам Помогли мусульмане Ну прекрасно Мусульмане Среди мусульман Огромное количество Умных Мудрых И порядочных людей И среди мусульман У меня много Достаточно Уважаемых Мною людей Я говорю Не обо всех Если вы Имеете уши Да услышьте Я говорю О неких особях Которые Присутствуют Здесь И с которыми Мне приходится Сталкиваться Не более того Вот Мы все Прекрасно Помним Когда была Великая Отечественная Война Как уезжали Женщины И дети В Среднюю Азию И на Кавказ И на Дальний Восток И так далее И так далее И люди там Ему оказывали Помощь Поддержку И так далее Мы все Это прекрасно Помним Вот И все Но это не значит Что если Среди этих людей Сюда приезжают Хамы И люди Которые не хотят Мириться И жить По тем законам И правилам Которые здесь Приняты Что мы будем Как говорится Им это все Прощать И закрывать На это глаза Я не буду Я не буду Нет У нас иммиграция Как бы То что происходит С нашей иммиграцией Меня вполне устраивает У нас иммиграция У нас нет пособий Вот в чем дело У нас иммиграция Исключительно Трудовая Поработал Заработал Уехал Вот Нарушил Закон Еще чего-то Все Закрыли на Там 3-5 лет И я не против Я вам честно скажу Я лично за Пускай приезжают Работают И так далее У меня вон Ребята там На мойке Где я постоянно Моюсь Ребята Таджики Вот такие пацаны Прямо Ну вот Прямо Отличные ребята Вот все бы такими были Вот И приветливые И хорошо делают На совесть работают И вот они уезжают Поработали полгода Через полгода вернулись Я рад их видеть Я рад их видеть Потому что они люди хорошие Вот Пускай приезжают Работают Есть работа в стране Есть У нас есть работа Ради бога Пускай приезжают Я только за Я никогда По мне лучше пускай приезжают И здесь работают Чем там у себя У себя Понимаете Там организуются Какие-то банды Начинают там Торговать наркотиками Там всякие там Блин Террористические организации Зачем мне надо Чтобы на границе У меня с моей страной Вот Бродили Бродили там Целая там стада Вооруженных Молодых людей Потому что у них в стране Нету ни работы Ничего Пускай приезжают Работают здесь Но только ж Надо быть людьми Надо же понимать Что ты приехал сюда Не надо хамить И нужно вести себя нормально Им здесь никто Ничего не ограничивает Их здесь никто Ни в чем не ограничивает Но когда начинают Переходить через Как бы вот Грубо говоря Красные линии Это естественно Начинают подбешивать Нет Да Давайте будем честными Ну давайте Вот эти вот Как бы вот эти все вещи Я не люблю Ходить вокруг да около Знаете Первая попытка Решить проблему какую-нибудь Да это честно Себе признаться в чем-то Вот И честно Об этом поговорить Потому что Как бы только так Можно решить любую проблему Нет плохих национальностей Абсолютно Я с вами согласен Но к сожалению Есть национальности Где плохих людей Больше чем хороших Как подсказывает Мой жизненный опыт Хотелось бы Чтобы это было не так Вот в чем дело Моют эти улицы Моют В принципе правильно Песок на дороге страшнее И грязь На асфальте Чем лед Так Да Везде есть хорошие и плохие Да Все Поговорили Короче Зацепились мы на эту тему Мою точку зрения Вы выслушали Так что вот так вот Я завелся Нет Я еще не завелся Я просто темпераментный Короче По поводу Армении И Азербайджана Короче Смотришь на это Честно говоря Печально Правда Печально Печально На это все смотреть Но Но к сожалению Я так понимаю Что по другому Они эту проблему Не решат Вот Я считаю Что нужно дать Короче Выпустить пар И потом только Чтобы люди сели За стол переговоров Сейчас бесполезно Мне кажется Будут разговаривать Вообще Так сказать С ними Вот А там ситуация На самом деле Так вот смотришь Там ситуация В каком-то смысле Патовая Потому что Ни одна Ни другая страна В принципе Как бы не готова К длительным К длительным Боевым действиям Вот Азербайджан Как бы и крупнее И побогаче Экономически Потому что Любая война Это как бы Да Хорошая экономика Должна быть Для любой войны Вот Побогаче В этом плане Азербайджан Как бы Да И так далее И оружия у него Побольше Вот И они там У них там И турецкие инструктора И так далее Но если честно Азербайджанцы Вот я как вам Сын военного Да Говорю Азербайджанцы Так себе вояки Во всяком случае Я служу по советским временам Потому что Азербайджанцев В боевых частях Никогда не было Их не брали Азербайджанцы В основном Работали В страйбате А если это были Какие-то боевые части То они там были Там знаете Там Коптеры Хлеборезы На кухне там Работали Там Принеси Подай еще И там Иди не мешай Этим Этим оружие В руки не давали В этом плане Да Они как бы Ребята вот такие Ну ершистые Боевые И в боевых частях Хорошо себя проявляли И в Афганистане И воевали Как бы так Достаточно доблестно И так далее Но Армения Экономически не готова К длительной войне И по оружию тоже Там У Армении Там не оружие Там слезы Понимаете Вот И вот так вот Смотришь на все это И понимаешь Что у одних Оружие и деньги А у других Как бы Ну темперамент Характер И умение воевать Вот И вот понимаешь Что в принципе Это будет какая-то Бессмысленная Такая бойня С переходами Инициативы То к одним То к другим Вот И все это На фоне Каких-то сообщений Там О уже миллионах Убитых И сотнях тысяч Сожженных танков Вот И смотришь на это все И честно говоря С одной стороны И сердце кровью Обливается Потому что Ну как бы И те и те свои Понимаете Вот И понимаешь Что как бы Ну Туда Вот знаете Это как Как в драке Когда вот Сцепились Двое Вот понимаете Уже зубами Друг друга Сейчас рвать Начнут Но вот Бесполезно Растаскивать Бесполезно Вот надо Чтобы как говорится Вот немножко Пар выпустили И потом попытаться Успокоить И начать С ними Разговаривать Другое дело Другое дело Что это страшно Что Люди же гибнут Как бы Да Там Ладно Мужики Там Солдаты Военные Такая работа Вот Об этом можно только Сожалеть Но тут ты ничего Не поделаешь Вот А вот то Что мирные жители Гибнут Конечно Ну это Это очень Конечно Печально Привет Геленджик Здравствуйте Войну Мутицерков Слушайте Какой-то появился Какой-то появился Очень умный У меня собеседник Все знает Все знает Все понимает Прямо вот Сверху мутит Конечно мутит Конечно мутит Вы посмотрите Что происходит По периметру Грубо говоря России Да Ну то есть Как бы Те страны Которые Как я говорю Там легли Там под Западный образ жизни И так далее Прибалтика Она вымирает Народ уехал Весь в Европу Грубо говоря Чтобы там Каким-то образом Себе кусок Хлеба зарабатывать Да Вот Украина Не хочу даже повторяться Уже оскомину Набила Вот она уже Мне где Вот и так далее Грузия Посмотрите Попытка была В Средней Азии То же самое Как бы И так далее Но они там Очень быстро В Средней Азии Как говорится Люди такие Знаете Там вот эта вот Восточная у них Такая хитрость И мудрость Они так быстро К себе примерили Как бы так вот Попыточку Там да Кружевные трусики Как я говорю Примерили Поняли Что блин это Что натирает В ягодицах Вот И как бы Сразу вернулись К своим устоям К своим К своим как бы Вот таким вот Связям Международным Которые у них были Испокон веков Ну то есть Как бы поняли Что не 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 Это не наша история Мы как то Вот там у себя Вот между собой Что называется Там и ближайшими Соседями Будем как говорится Там жить мирно И дружно И так далее Вот Белоруссия Сейчас тоже Как бы Да там попытка Там да Там как то Но в Белоруссии Проблема Там как бы В свое время Лукашенко Там слишком много Разрешил получить Карту поляка Белорусам Как бы Ну там в основном Западная Белорусь Там и так далее Вот Ну теперь как бы Расхлебывает Хотя вот я вам честно Еще раз говорю Что мне абсолютно Вообще вот на Лукашенко Попараллельно Абсолютно То есть Я прекрасно понимаю Что этот человек Сделал для этой страны Вот Был бы я белорусом Я бы ему был бы признателен И благодарен Вот Но в целом В целом Я говорю Что любая попытка В политике Начать вести себя Как проститутка Ну грубо говоря И нашим И вашим И туда И сюда И вот это вот вертеть Как говорится Там одним местом Да Вот Она заканчивается печально Потому что Сразу тут же Как бы появляются люди Которые хотят Этим воспользоваться То же самое Сейчас происходит С Арменией И так далее Вот Потому что С чего там греха Таить Там как говорится Пашинян там Выбрал определенный курс Вот И этот курс Как говорится Вот привел к этой ситуации Которая сейчас случилась И в принципе В принципе Как бы Россия Которая могла бы Зарубить эту ситуацию На корню Просто Сразу Сразу Вообще Остановить Просто Остановить Просто Как бы Не дать Разгореться Этому пламени Она себя Проявляет Как Она проявляет Себя тем Что делает Заявление И выражает Озабоченность Вот и все Вот и все К Нагиеву Да я прекрасно Отношусь К Нагиеву Он очень прекрасный Человек Очень мудрый Мужик К сожалению К сожалению При том что он Очень талантливый Как бы Товарищ Вот Но он сейчас Как-то так Больше стал ведущим Мне кажется Вот и все Привет из Нерюнги Якутия Здравствуй Якутия Здравствуй Как себя чувствуете Да отлично Я же сказал Аппетит хороший Стул мягкий Сплю вообще Крепко Ну вот Так что Все прекрасно Государство по мне Плачет В каком смысле В каком В каком институте Какой институт Государство по мне Плачет Колония Общего режима Спасибо большое Не Нужно просто Объективно Смотреть на Происходящие вещи Честно Пытаться Отстраняться Как бы Очень трудно Нейтралитет Поддерживать В той или иной Теме Скажем Тяжело Даже я себя Ловлю на мысли Что через Какое-то мнение Свое Я высказываю Свое отношение Вот Но что касается Азербайджана И Армении Я говорю Что Лично Мое мнение Что Пока ребята Как говорится Не выпустят пар Так по серьезному Вот Бесполезно Будет говорить О чем-то Бесполезно Тем более Что как бы Там Турция За спиной Азербайджана Причем Мне удивительно Вы знаете Азербайджанцы Они же шииты По-моему А турки Суниты И если я не ошибаюсь В истории Отношений Этих двух Народов Даже Был момент Когда турки Торезали Азербайджанцев Шиитов Вот Прямо резня Там была Ну не такая Как в Армении Вот Но Турки резали Азербайджанцев Там у них Были такие Стычки Вот Но сейчас Времена Поменялись Как бы И так далее Вот Ну я надеюсь Что Алиеву Хватит Алиев 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 Очень мудрый Человек Вот при всем При этом Что хочется Сказать Что Алиев Мудрый Человек Я думаю Что он знает Когда остановить Это Со своей стороны Хотя бы Все Потому что Не все Азербайджанцы Шииты Ну по моему Большинство Шииты Если я не ошибаюсь Вот Это нужно Как бы Освежить Память Это я просто Сейчас на память Что-то вспоминаю Вот такое Там да Файлы Какие-то Такие Пыльные Вот Пыльные Так что так Да Вам Алтавского края Барнаул Здрасте Здрасте Привет Здрасте 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 3 числа Смотрите Новый фильм Вот Преимущество Двух Слонов Ну такая история Посмотрите Про отдых Не спрашивайте Меня Я люблю Отдыхать У меня сейчас Вот если Удается В горизонталь Попасть В горизонтальное Положение Вот я уже люблю так отдыхать Новости Здрасте Можно новости не смотреть После Ну как бы такое Вы нас убиваете Эрудицией Да почему я вас убиваю Я по большому-то счету Ничего такого умного Особо прям Выдающегося Не говорю Вот Я просто пытаюсь Объективно смотреть На ситуацию Как бы И пытаюсь Понять вообще Что происходит И как это будет Вы стоите за рулем Ну я же не дальнобойщик Чтобы уставать Я как бы там сел Проехался Там И Я практически Каждую ночь Ночую дома В отличии от Тальнобойщика Дела хорошо Да все нормально По поводу прививки Как бы вообще То есть Ну Ни температуры Ничего нету Все нормально Вот Решил сейчас Недельку подождать Я что-то думал Что там как бы Это Ну После После там Вторых Третьих там Суток Антитела Но я неправильно Понял информацию Вот На вторую Третью неделю Антитела появляются Поэтому Собираюсь сделать Себе Ну Анализы сделать Наверное На следующей неделе Уже после выходных Значит Второй волны Ну как я и говорил Видите Что Посадили на карантин Уже пожилых людей Вот Школьникам Продлили каникулы Во всяком случае В Москве Каникулы будут С С Пятого По Восемнадцатое число Вот С пятого По восемнадцатое Ну не знаю Мы ходим в Подмосковье В школу Я не знаю Как будет в Подмосковье Но зная Воробьева Что этот Как говорится Повторяло Это Он я думаю На этой неделе Тоже скажет о том Что каникулы В Подмосковье Тоже продлят Скорее всего На две недели Но фигня вся в том Что как бы Что вот по поводу детей Что Прошлый карантин Точно так же начинался Школы уже прикрывали Садики еще работали Вот И через какое-то время Через какое-то время Они всех В результате На карантин отправили Я не думаю Я вот как бы Честно сказать Смотрю объективно На все происходящее Как мне кажется Мы не имеем права Уходить на карантин По той простой причине Что это вызовет Ну я считаю Просто волну Волну протестов По всей стране По той простой причине Что их единственное Что может Как бы Единственное условие Которое мне кажется Нужно как бы Учесть И И взять Как бы на вооружение Что на карантин На карантин Мы уходим При допустим Там скажем Двух Условиях Как бы очень важных Это Заморозка По всем кредитам На время карантина То есть Не выплачивать И ЖКХ Ну то есть Вот эти две Вещи Потому что На карантине Люди не работают Там даже На удаленке Особо Не поработаешь Вот А Как бы За все Карантин На карантине Дорого сидеть Вы понимаете Вот Дорого сидеть На карантине Поэтому я думаю Что если они Захотят на карантин То Тут нужно Очень хорошо Подумать Как это сделать Потому что Все эти пособия Выплаты И так далее Но они не решают Проблему Они не решают Проблему в целом Вот Люди Многие потеряли Работу Тут какая-то Передышечка была Там 3-4 месяца Грубо говоря Там Кто-то там Поработал Заработал Неизвестно А ЖКХ Плати Кредиты там Допустим Если у людей есть Плати Вот И так далее И так далее И так далее Поэтому я думаю Что если они Не рискнут Они как-то Я так понимаю Какие-то группы Там попытаются В Ну Ограничить И там скажем Какой-то там Карантин Для них сделать Но Но в целом Они Я думаю Не пойдут На этот шаг Олег Газманов Сын Также Сделал Прививку Ну Молодец Че Ну Молодец Молодец Я говорю Что люди Медийные Люди Которые Там Ну Как-то Там Имеют Какой-то Там Скажем Авторитет Они Должны Такие вещи Делать Ну То есть Я считаю Что это Гражданские Долги Позиция Медийных Известных Людей Там Спортсменов Актеров Артистов Там Не знаю Там Ученых Все Все Кто У народа Страны Пользуется Каким-то Авторитетом Они должны Мне кажется Совершать Такие поступки Вот Для того Чтобы Ну Как-то Вот Скажем Просвещать В целом Людей По поводу Потому что Ну Есть противодействие Да Запускаются Какие-то Вот эти Вот слухи Там О том Что там Вакцина Какая-то Не такая Или еще Что-то Это то О чем Я говорю Что Люди Там Скажем Власти Причем Власти Скорее всего Там Других Государств Там Люди Там Скажем Там Бизнеса Там Заинтересованного Да Они Манипулируют Просто-напросто Мнением Людей Для этого Есть много Механизмов Вот А учитывая Что в своем Большинстве Люди Как бы Ну Скажем Так Доверчивы Чего Там Греха Таит Там Недалекого Ума Вот И И напуганы Даже чем-то Да Вот Они конечно С легкостью В это верят Этому Способствует Интернет Потому что Я говорю Мы живем В то время Когда Когда Вы в интернете Найдете Подтверждение Своих Мыслей Своих Убеждений По любой Точке зрения Ну то есть Как бы Вот Ради бога То есть Как в магазин Пришел И выбирай Вот тебе Информационная Поляна Ты на ней Можешь найти Там подтверждение Тому что ты прав Там сто раз Понимаете Вот чем дело Это когда нибудь Кончится Слушайте Не ждите вы Когда это Кончится Вы живите Вы живите Вы пользуетесь Теми возможностями Которым вам дает Жизнь Наука Люди Время Не надо Ждать Кончится Это Не Кончится Вот Я не Жду У меня Появилась Возможность Сделать себе Прививку Я ее Сделал И я еще Сделал ее Для того Чтобы Большинству Людей Которые Здесь Скептически Относятся К этому Показать Что это Нормальная Обычная Прививка Да Вот Ну то есть Ничего в этом страшного Нету Никто там Не умирает И тому подобное Вот чем дело Ну как бы Просвещение Понимаете Попытка Знать Больше Да Причем Стараться Информацию Получать Объективно Получать ее Значит Из разных Источников Иногда Противоположных Абсолютно По 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 Но Дальше Вы Включаете Свой Мозг И Дальше Вы Ищите Какой-то Да Там Для Себя Там Правильный Ответ Это Это же нормально По-моему Да Давайте Эфирчик Не из машины Ну давайте Вы билеты Будете покупать 20 долларов Билет И я Не буду Из машины Я буду Вам с концертного Зала Вещать Хотите Могу даже С кремлевского Концертного Зала Но если Мы продадим Более 100 Тысяч Билетов Так что Вот эти Вот советы Давайте Не из машины И так далее Ну как-то Ну знаете Так немножко Не это Мне кажется Немножко Не ваше дело Вы можете Просто переключить Как говорится Канал Или еще что-то Сделать Вот А я хочу В машине Давать эфира Богдан в олимпиаде Участвует Да Участвует Вот Потихонечку Даем ему информацию Вот Так сказать Натаскиваем Посмотрим Что получится Ну такой опыт Первый Очень хочется Посмотреть Как это будет Жалко Я надеюсь Я Я к сожалению Уверен Что Ну родители Не пустят Как бы Да Ну чтобы посмотреть Со стороны Как эта олимпиада Будет проходить Как дети Будут отвечать В связи с тем Что школы Как-то вот так Вот закрыты Сейчас Да Нет возможности Нет возможности Ну посмотреть Что ради Мы стараемся Как директриса Да пока Никак Пока Никак Тишина Она пришла В хорошо Отлаженный Механизм Школы Вот Ну то есть Там Коллектив Состоявшийся Там Текучки кадров Особо не наблюдается Там Взрослые Педагоги Все с огромным Стажем Работа И так далее То есть там Отлажен некий Механизм Что касается Там учебного Процесса Как бы Ну это вообще Не ее собачье Дело Что называется Да Директор Как бы Это такое дело Там есть Для учебного Процесса Есть зауч А директор Ну что Он обеспечивает Работу Школы В целом Там Вода Там Не знаю Там Отопление Питание Там Да Там Электричество Там Ремонт Там Парты Чтобы целые Были И так далее Вот Но учитывая Что механизм Как бы Отлажен Вот Ну пока Че ей Как ей себя Проявлять Ну Начать Что-то Переделывать Значит Пойдут Сбои В учебном Процессе Пойдут Сбои В учебном Процессе Вот Наши Мамочки Наши Мамочки Ее как Бобит Грелку Просто Напросто Там Просто Страшно Там Отбивать Ее Придется Вот Чем Дело Поэтому Пока Вот Как бы Она Там Ну Это Говорит о том Что она В общем-то Не глупый Человек Это уже Как бы Хорошо Да Что она Что называется Там Пока Ничего Там Не пытается Там Переделать Как я Говорю В лучшую Сторон Вот Пока Сидит Зарплату Получает Какие-то Свои Функции Как Директора Как Менеджера Управленца Учебным Заведением Выполняет Но Надеюсь Что так И дальше Будет Вот Ничего Против Не имею Как говорится До тех Против Не имею Моего Ребенка Вот Начнет Учеба Ребенка Страдать Будем Принимать Меры Границу С Украиной Уже Закрыли А Она что Открыта Была Что ли Граница С Украиной Закрыли Граница С Украиной Закрыта По-моему С 14 Года Если Я не Ошибаюсь Вот Или Там Там С 15 Короче Но Суть В том Что С Украиной Граница Закрыта Давным Давно Там Какие-то Там Поезда Ходили И так Далее Но Там Ж Это Как Сказать Например Там Мужчин В возрасте Там От 16 До 55 Лет По-моему Если Не Ошибаюсь Границу Границу Украины Пересекать Было Запрещено Ну Как Бы То Там Могли Быть Проблемы И так Далее Вот Ну я думаю Что Да Дистанционное Обучение Это жесть Ну Наверное Да Да Вот Да Так Что Как Работается Да Пока Никак Пока Сидим Ждем Так Сказать Кино Шатковалка Где-то Снимается Говорят Я не знаю Какие Какие Меры Вы бы Приняли Насчет Школы Если Аналогичная Проблема Какая Проблема У нас В школе Проблемы Никакой Пока Нету Вот А Если Есть Проблема Ну Так Что Есть Есть У вас Наверняка В школе Должен Будь Родительский Комитет Школы У вас Наверняка Должно Быть Какой-то Представитель Администрации Вот Должны Быть Какие-то Отношения С Районотом По-моему Если Это Из названия Не изменилось Вообще Министерство Образования Области Министерство Образования Страны Нужно Туда Решать Проблемы Есть Чиновники Которые Получают Зарплату Из ваших Налогов И вы И имеете Полное Право От них Требовать Решение Той или иной Проблемы Понимаете Сидеть В ватсапе Списываться Или не знаю Где-то еще И сетовать На те или иные Проблемы Это не решит Проблему Это нужно Как говорится Брать И Разговаривать Уже конкретно Серьезно Глаза в глаза Вы имеете Право Требовать От директора Допустим И так далее Ответы на те или иные Вопросы И более того Не просто ответы А решение Каких-то проблем Потому что Директор Директор Он государственный Служащий В нашей стране Все государственные Служащие Получают Деньги Которые Налоги Вот мы платим Им в результате Выплачивают Из этого Зарплату Вот и все Берите В конце концов Если на то пошло Какие-то там Вопросы есть Прибегните К юридическим Услугам Наверняка Среди родителей Есть какие-то Юристы Которые могут Собственно говоря Разобраться В ситуации И понять Как в правовом поле В правовом поле Действовать Вот Ну потому что Как говорится Вилы Факела И веревки С фонарями Ну это как бы Крайняя Крайняя мера Я так считаю Решение проблем Вот Прибегать к ней Там скажем Я не советую Да Вот Поэтому надо искать Всегда Всегда есть Варианты Вот в чем дело В Казань Пока нет Не собираюсь Я что-то аж Охрип с вами У нас все решает Один человек Как вам хорошо Что у вас есть Один человек Который все решает Вот Хорошего вам дня Отличного настроения Да Все Давайте Я всех Нравятся такие роли Да мне разные роли нравятся Слушайте Это моя работа Мне моя работа нравится Вот Ну как бы Нравятся ли мне роли Есть роли Которые скажем Похожи между собой Ты стараешься их сделать По другому Да Для того чтобы Для того чтобы Не повторяться Допустим Да Вот Но Конечно я там люблю Больше скажем там Отрицательных персонажей Они интереснее Вот Ну по своим Как бы там скажем По своему поведению По своим поступкам И так далее Вот Положительные они такие Ну как бы положительные Положительные Вот да Вот по мне можно сказать Я положительный Или я отрицательный Вот мы с вами сегодня Беседуем Да Кто-то может подумать Что я там положительный Да Кто-то подумает Что я отрицательный Ну то есть И в жизни так же бывает Вот Как я говорю Понимаете Нет положительных И отрицательных людей Есть ситуации И обстоятельства В которые попадают люди И проявляет себя с той или иной стороны Вот и все Вот и все Продолжение знахаря будет? Странный вопрос Но если бы оно было Знахаря сняли лет 12-13 назад Но вы считаете Что они выдерживают время Чтобы снять продолжение Надеюсь я ответил на ваш вопрос Юрий не измените По разному Я к людям буду по разному Потому что люди разные И я еще говорил что я нифига не толерантный Я могу быть толерантным К детям, старикам И людям с ограниченными Возможностями или способностями Как хотите это называйте Вот и все К остальным я вообще не толерантен С какого хрена Вот Если у человека руки, ноги на месте Голова соображает Че я должен быть тебе толерантным? Иди работай Иди работай Как вот как говорится Паши, землю жри Вот и так далее Че как бы Я могу человеку дать Допустим там шанс и так далее Но я никогда не позволю человеку Сесть Сесть как говорится Мне на плечи там И свесить ноги Я таких обычно сразу Как говорится там Ну На шейные позвонки Прокидываю Все Я всех обнял Всем всего хорошего Будьте здоровы Маски Маски пожалуйста носите Вот Я себе купил сегодня маски Черные Потому что я считаю Что нужно быть на стиле Я весь в черном Маска черная Короче будет круто Все Я всех обнял Давайте До скорой встречи Пока Пока пока